Спасибо. Спасибо, Владимир Георгиевич. Владимир Вольфович Шириновский. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович. Вот каково нравственное такое содержание таких министров. Тем более занимающихся молодежью. Тем более образование и наука. Вот сфера. И перед всей страной обманывают. Я не буду. Я мигалка мне не нужна. Я буду ездить как все. Поездил, как все, Ливанов. Понял, что не проехать по нашим дорогам. В принципе, поездит без мигалки, а потом объявляет, что ты не сможешь быть без мигалки, Ливанов. Не сможешь. Поэтому не надо обманывать всю страну. Если вам дает ваше правительство эти мигалки. Это же ваше правительство. Это вообще саботаж. Министр говорит, мне нужна мигалка. Ты сдай свою должность. Тебе по должности дали кабинет, мигалку, секретарей, аппарат, фонд зарплатный. А я анархист, Ливанов. Не хочу. Ну хотя бы будь честным и будь без мигалки. Нет. Пошумел и оставил ее. На днях в Гоголь-центре прошла очередная тусовка наших гламурных девушек, юношей и некоторых депутатов от Справедливой России. Сожрали 35 килограммов икры черной. Это 3 миллиона рублей стоит. Это маленькая закусочка. Ну человек 10 их собралось. Три депутата, три актера полуголых, три сына олигархов и так далее. Черная икра, ее вылов даже в научных целях в нашей стране запрещен. Вся икра это нелегальная. Мало этого, эта икра еще контрафактная. Она некачественная. Она плохого качества. Ее нельзя употреблять. Потому что контрабандисты, подпольщики, у них нет холодильников. Икра должна немедленно быть закупорена в банках. А если ее вскрыли и бросили где-то, а потом через полгода пытаются продать, она уже отравленная. И третий момент. Деньги, вырученные от продажи черной икры, идут на финансирование банкформирований в Дагестане и в целом на Кавказе. Таким образом, те, кто ее нелегально покупают, употребляют, тусуются, они фактически участвуют в совершении ряда преступлений. Это, значит, покупка нелегального товара, покупка контрафактного товара, который подлежит только уничтожению. И помогают финансированию террористов в нашей стране. Делать то, что таких депутатов лишать полномочий за соучастие в преступлениях. Ксения Собчак может гулять. Она всю жизнь будет гулять. Я когда-нибудь напишу роман «Гулящая». Толстой Анна Карина написал, я напишу «Гулящая». И вот покажу. Сейчас бы покойный отец встал бы, выпорол бы ее, вообще бы загнал бы в дом, чтобы никто ее не видел. Так позорит коммуниста Собчака. Он вовремя вступил в партию. Понял, что конец КПСС. Вступил и вышел. Молодец, маневр хороший. Помешал нам ГКЧП везти в Петербурге. А сейчас дождь бунтует, бегает по всем тусовкам. И там человек 10-15. Навальный там же. Вот борец с коррупцией. Надо прийти нажраться на халяву. Чтобы так сказать. 35 килограмм. На один партийный съезд купили прямо у астраханских браконьеров 25 килограммов. Не буду называть партию. Потому что не подсматриваю, как некоторые депутаты Справедливой России, кто что ест. Все из открытых источников. Это возмутительно, конечно. Но еще более возмутительно. Когда депутат Государственной Думы выезжает в Соединенные Штаты Америки. И там поливает нашу страну грязью. Клевещет на нашу страну. Я имею ввиду депутата Гудкова. Та же Справедливая Россия. Это делегация целая была. Хорошо Алексеева. Пожилая дама уже 90 и имеет американский паспорт. Имеет право. Она американка. Она уже не российская гражданка. Когда в Чехословакию ввели войска. Это был август 68-го года. Я радовался. Студент МГУ. Наконец-то наводит порядок. Москва. Советский Союз. Она вышла на Красную площадь. Что вы делаете? Что вы делаете? Вот сразу началось настое расхождение во взглядах. Показать мощь страны. Мы страна победитель. Или бегать по посольствам. Вот она всю жизнь бегает по посольствам. Она имеет право. Это ее судьба быть предателем. Тоже власовцы эти некоторые правозащитники. Но что делает депутат Гудков? Он является членом фракции, которая получила мандат быть частью высшей государственной власти в нашей стране. Когда спросили американского сенатора. Вот если бы американский конгрессмен приехал бы в Москву, выступил бы в Государственной Думе, в Совете Федерации, получил бы поддержку, пошел бы в МИД, его принимали. Что бы вы с ним сделали? Мы бы арестовали его. Вот, пожалуйста. За измену Родине. Я тоже самое предлагаю нашей комиссии, мандатной или комитет по регламенту, значит, потребовать сдать мандат депутата младшего Гудков и возбудить уголовное дело, комитет по безопасности, Яровая. Потому что в чистом виде измена Родине. Ты ненавидишь наш режим, имеешь право. Нашу страну, государственную власть, Государственную Думу. И имейте право свои чувства иметь любые. Можете пол менять, национальность, веру. Все, что хотите. Ходить голые где угодно. Когда тусовка Гоголь-центр, там полуголые ходили. Половые акты устраивают прямо на сцене. Фекалиями разбрасываются. Волно сумасшедших. Но есть власть, страна, режим. Сдай мандат и гуляй по всем посольствам, по всем заграницам. Встречайся со всеми спецслужбами, газдепами и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если американцы бы в этой ситуации арестовали бы своего конгрессмена, то я предлагаю сделать то же самое. У нас же любят брать пример Соединенных Штатов Америки. Мы уже раз говорили, что бегайте к посольствам. На прием к посольствам всех приглашают. Нет проблем. В день национального праздника, вот 4 июля, я вас там увижу, многих жующих черствые американские шашлыки. Готовить не умеют. Посол жадный. Поесть нечего там. Но я вижу, как ходят депутаты справедливой России, голодные, как волки. Больше всего их там. Больше всего. Видно, кого они привечают. И сейчас он в Америке поехал. Как это исторически можно параллель провести? Ленин отомстил за брата. Горбачёв отомстил за деда. Ельцин отомстил за дядю двоюродного. Теперь Пономарёв тоже за отца намстит. Вот в чистом виде предательство. Гудков. А я что сказал? Пономарёв такой же. Такая же грязь. Ведь я эту семейку Пономарёвых знаю 40 лет. Его дед, секретарь ЦК КПСС, помережный возраст, меня увольнял. Для чего? Выдавил меня из Комитета защиты мира, а я курировал Францию, Бельгию, чтобы свою племянницу Лену Пономарёву посадить. Вот. В какая месть меня выгнали? И всё. Чёрт месть. Какая месть? Я вам информацию даю, что это семейка революционеров, как удальцов, дедушка, 905-й год нам устроил. Это всё одно и то же. Те, кто всегда разрушали страну. То есть можно быть недовольным. Пожалуйста. Но за царя за Отечество началась война или у вас контакт с иностранным посольством? Вы когда-нибудь видели, чтобы депутат какого-то иностранного парламента приезжал в другую страну и поливал свою страну? Никогда. Это самая отсталая, самая дикая страна где-нибудь в Африке, в Азии, но её депутат никогда не приедет в чужую страну, чтобы сдавать свою страну, так сказать. Это власовцы. Вы вспомнили про Сталина? Вот. Власова повесили. Я не предлагаю Гудкова-младшего повесить. Но мандат сдать и отдать под суд за измену Родины, пускай займётся Комитет по безопасности. Потому что это то же самое, как занятие бизнесом. Раз статус не позволяет заниматься бизнесом, депутат решает или бизнес, или мандат депутата. Так и здесь. Не нравится страна, согласен. В Америке тоже. А большему числу граждан не нравится Америка. Во всём мире всё человечество ненавидит власть. Так было всегда и будет. Во все времена. И Чингисхана ненавидели. И Гитлера ненавидели. И Сталина любили и ненавидели. Да всегда так будет. Меня в основном ненавидят. Вот они сидят здесь все. И я живу вашей ненавистью. Чем больше Пономарёвы обращают внимание на мои труды, тем больше людей наконец-то начали читать. Спасибо, Илюша. Теперь все бросились читают мои труды. Я прошу продолжить эту линию. Читайте мои труды. Маркса забудьте. А вот мои труды читайте. Поэтому здесь, конечно, отвратительно. Когда гуляет тусовка гламурная, гнилая, болотная, в центре Гоголя. Депутат едет сдавать страну у Власовиц. Министр делает заявление, что он без мигалки. А продолжает с мигалкой. Мы должны это все осудить. И потребовать призвать их к ответственности. Ливановым пускай занимаются другие инстанции. А с Гудковым прошу покончить. В ближайшее же время, до 1 мая, прошу этот вопрос решить. И чтобы они сидели в одной камере с Навальным, с Удальцовым и еще ряд товарищей. Спасибо, Луя Иванович.